Очень красивая нержавеющая. Заготовки готовы для обработки на вальцах. Нужно их выровнять, а потом уже сверлить отверстие. Выравниваю круглый лист. Вот так уже более-менее. Теперь вот этот тоже пока что не пригоден для обработки. Нужно его выровнять. Так уже гораздо лучше, но недостаточно. Прокатываем дальше. Листик принял интересные свойства. Может и так быть и так быть. В принципе, я думаю, можно делать дальнейшую обработку. Размечаю контуры начисто. Хотя вот здесь по длине с небольшим запасом. Возьму, потому что потом нарастить гораздо сложнее. Заготовка в размере. Делаю вторую и начинаю сверлить. Очень тщательно подготавливаю место будущего стыка. Зачищаю облой напильником, так как при отрезании создается вот такой вот неприятный момент. И я аккуратно зачищаю, стараюсь, чтобы кромки вот так вот скруглены не были. В общем, отношусь очень серьезно к будущим кромкам для сварки. Потому что можно будет потом испортить всю проделанную работу. Так как и отверстия уже будут просверлены, все уже будет сделано. Вот этот чертеж, который я сделал, как вы понимаете, одновременно является и шаблоном для накернивания. Вот они отверстия. Здесь я пометил диаметры. Каким сверлом нужно будет их просверлить? Вот их столько много. На внутреннем кольце плотность их гораздо выше. Немного они по высоте здесь расходятся. Здесь есть еще такие вот интересные прорези. Двигаем, накерниваем. Смотрим, что получится. Должна получиться прямо мега красота из этого всего дела. Но нужно постараться. Вот скажите мне, господа проектировщики на компьютерах, сможет ли ваш монитор заменить вот таким вот образом бумагу? Сделать из него шаблончик? Потому что все время вы мне рассказываете, как это удобно проектировать на компе. А что дальше делать? Эти шаблончики можно будет сохранить, если вдруг захочется перенести на чертеж, либо сделать еще один движок, например. А пока мы вот так заворачиваем и закрепляем с обратной стороны скотчем. Допустим, вот так сначала. Раз и два. Одна есть, вторую точно также. Есть контакт. Кернить нужно на чем-нибудь твердом, потому что металл очень тонкий, чтобы сильно не проминался. Погнали! Настало время сверлить отверстия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь прокатываю, чтобы убрать все вот эти вот неровности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, собственно, вот что получилось. Будем пробовать закатать в колечко. Сразу можно поднаболтать. Маловато еще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть колечко. Я здесь уже отжал и можно посмотреть, как оно подходит. Так как малого диаметра оно, теперь я вот здесь два болта откручиваю и снимаю вот эту штуку, чтобы его снять. Раз болт, два болт и вот так. Деталь практически идеально подходит вот здесь. И готова для сварки. Ставим на место и гнем большую деталь. И вот так вот. Получилась замечательная красота. Вот она, наша будущая жаровая труба. Просто фантастика. Подсобрал конструкцию без сварки. Можно теперь аккуратненько взять, посмотреть на нее. Господи, какая же красота, ребята. В общем, можно идти на сварку и пробовать варить. Так как я сварщик-каргонщик нулевого уровня, может даже ничего и не получится. Но я надеюсь, буду аккуратненько. Буду стараться. Буду прихватывать точками на 40 амперах. Попробую. Жаровые трубы модельных ТРД сваривают точечной сваркой внахлёст. Но я буду сваривать точками встык. Чуть-чуть потренировался. В принципе, все получается. Ток нормальный. Надо делать вещи. Все обезжирено. Все подогнано. Надо сваривать. Есть точка. Вот такой вот шов. Теперь большую часть. В принципе, уже по накатанной. Нержавейка 0,5 миллиметра. Вот так все это дело выглядит в моем исполнении. Снутри тоже все проварено. Есть немножко вот этой чернухи. Потому что не защищал изнутри аргоном нержавейку. Но мне это сильно не влияет. Главное, что все проварено. Делаю отметку штангенрейсмусом, чтобы выпилить вот эти лапки. Вот что получается. Пазы заходят внутрь. Таким чудесным способом будет соединяться жаровая труба с сопловым аппаратом. Уже подготовил две детали для сварки. Это внутренняя часть жаровой трубы. Все промерил. Все вроде бы подходит. Здесь будет соединяться вот так. Ну а здесь заподлицо. Нужно дальше засовывать. И вот что получается. Идем опять на сварку и прихватываем. Здесь опять же буду сваривать без присадочного материала. Просто чтобы сцепились два металла друг с другом. Для этого небольшой уступ оставлю вот этого среднего. И буду прихватывать. Смотрим, что получается. Это сюда. И должно быть выставлено за подлецу. Собственно жаровая труба почти готова. Ну как почти? Надо еще много чего сделать. Нужно трубочки сюда вварить. И нужно сделать дно. Получилось конечно очень даже ничего. Сварной шов даже нет цветов побежалости абсолютно. Здесь снизу тоже чернухи нет. Но цвета побежалости присутствуют. Потому что не защищено аргоном. Красота. Красота. На обратном вращении царапаю канавку. На прямом сто процентов вырвет ее. По канавке аккуратно дремелем можно вырезать. Пробуем. Насовывается ли? Насовывается. Идем на сварку. Сварка произведена. И вот что мы имеем. Вот такую коробку. Все в дырочку. Итак, какие промежуточные выводы? Пока я тут ничего не заварил. В общем имеем такую деталь. Здесь я прихватил просто точками немножко точек, чтобы иметь возможность в будущем разобрать этот узел. Потому что возможно придется калибровать камеру сгорания. Две этих детали соединяются следующим образом. Вот так вот все соединяется. Здесь прикручивается эта деталь. Жаровая труба будет вот здесь свариваться и вот так выглядеть. Здесь еще остался небольшой нюанс. Нужно вварить испарительные трубки. Вот они для них отверстия. И деталь можно будет заварить. Снаружи заварю уже основательно, чтобы не было протечек. Здесь плотно подогнал. Все вот так вот в кучу собирается. Вот так раз. Это сюда два. И камера сгорания вместе с направляющим аппаратом выглядит вот так. Все в отверстиях. Там внутри будет гореть огонь и вырываться через вот это отверстие. А через эти отверстия должно будет подпитываться воздухом. Точнее кислородом, который содержится в воздухе от компрессора. Многие интересуются, когда же будут запуски. Друзья, ну нужно сделать еще на самом деле очень много. Помимо вот этой жаровой трубы нужно еще сделать корпус. Потом всего этого дела полностью. Нужно сделать сопло. Там понадобится с большого диаметра точить герметизацию турбины. Нужно отбалансировать турбину. Нужно разобраться с запуском, с системами запуска. Я еще не знаю. Но скорее всего я буду как-то пробовать по-простому для начала запускать. Потому что иначе это вообще очень долго придется ждать этих запусков. Потому что нужно все заказывать. Насосы, систему контроля запуска. То есть я даже не знаю, где это все заказывать, если честно. То есть еще и узнать предстоит. Ну а так... В общем смотрите сами, какая красота получается. Конечно не ожидал. В общем без тихо сварки что-то подобное ваять было бы проблематично. Хотя люди делают. Мне как-то так вот больше нравится. Ладно, делаем испарительные трубки. Долго думал с чего их сделать. Ну вот и придумал. Возьму с такого донора эту печь. Купил новую печку. Стоила она около 500 рублей. Здесь как раз таки жаропрочные трубки из нержавейки. То есть они могут до красна греться. И на них даже можно при этом ставить печки. Они очень даже сюда подходят. О, кстати, даже особо все разбирать не пришлось. Как видите, разобралось просто само по себе. Честно говоря, не знаю как их разбирать. Они очень такие жесткие, упругие. Но нужно пробовать. Нужно... Ох, какие они жесткие все-таки. Это ужас. Нужно как-то их разогнуть, распрямить. Вытрусить с них всю эту керамику. Или что там у них внутри? Керамика. И разрезать на кусочки. Я тут уже рассчитал более-менее. И опять же все приварить на жаровую трубу. Вот она мега жаропрочная труба. Теперь шинкую ее на кусочки. Заготовки для трубок. Ну а эту... Обрабатываю следующим образом, чтобы выбить с нее вот эту белую шелуху. В принципе, довольно таки нормально выбивается. Трубки готовы для сварки. Трубки немножко разной длины. Четыре таких, четыре таких. Потому что не знаю я точного размера. Все это экспериментально нужно находить. Поэтому сделал разной длины. Через одну. Какие-то в более выгодном режиме будут работать. Какие-то в менее. В общем, с такими целями это все сделано. Так что сейчас я их сюда вставляю и завариваю. Плотником вставляются. Это очень хорошо. Допустим, на вот таком расстоянии. Примерно по центру. Буду вваривать. Все, поехали. Подварил, держится в принципе неплохо. Трубки очень тонкие. Трубки примерно 0,2 миллиметра толщиной очень тонкие. Хотя бы так приваривать уже будет неплохо. Сделал небольшой шаблон, чтобы все испарительные трубки были на равном подступе под краем. Друзья, две ключевые детали готовы. Осталось их сварить в одно целое. Можно сказать, осталось дело за малым. Если вдруг нужно будет что-то там изменить внутри, как вы понимаете, придется разрезать. Именно для этого я сделал вот эти вот пупыры на этих точках, чтобы можно было разрезать и вынуть среднюю часть. Долго подгонял, наконец-то деталь зашла. Буду заваривать. Вот что мы имеем на данный момент. Заварил здесь по краю полностью. Вот эта часть вынимается. Вот она отдельно жаровая труба. Это вставляется. Вставлять стало несколько сложнее, потому что теперь нужно две части попадать. Ну и по традиции соберу все, чтобы показать, что мы имеем на данный момент. Это вот сюда. Это сюда. 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 И сюда. Потихоньку турбореактивный двигатель вырисовывается. На этом, в общем-то, с этим видео все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Буду очень благодарен, если поделитесь этим видео с друзьями. Контент весьма интересный. Ну а у меня на этом все. Всех благодарю за внимание и всем пока.